Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время нашей программы и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам всегда можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы можете смотреть нашу программу и в интернете. На сайте первообразовательный или sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, каждый человек соглашается, что прощение – прекрасная вещь. До тех пор, пока сам не окажется перед альтернативой прощать или не прощать. Когда прощение должно исходить именно от него самого. Каждый человек понимает, насколько нелегко искренне сказать «прости». Еще сложнее простить того, кто нанес обиду и причинил боль. Но даже тогда, когда мы, казалось бы, готовы простить, у нас это не получается, и боль продолжает жить в сердце. В настоящее время существует много техник прощения, но почему-то и они не всегда помогают. Почему же? Почему так трудно простить, и как научиться прощать и просить прощения? Вот гость нашей сегодняшней программы столкнулась с этой проблемой и для себя лично перепробовала множество разных школ, техник и ритуалов. В итоге она создала свой метод эффективного прощения от обид, поэтому сегодня у нас в студии руководитель духовно-психологического центра, эксперт и инструктор по благоприятному образу жизни и автор методики прощения Любовь Богданова. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Я думаю, что научиться прощать себя и других, это очень важно, тем более скоро прощенное воскресенье, буквально осталось не так много времени, неделя, и я думаю, что у нас есть у всех прекрасная возможность сегодня научиться как-то это делать, за такой короткий срок, ну, хотя бы какие-то... Настроиться, да. Избавиться от каких-то основных своих обид, настроиться. Использовать эту возможность. Конечно, использовать эту возможность. Вот о вашем методе и как действительно научиться прощать, потому что действительно очень много книг, очень много техник. Почему не помогают? Почему так трудно нам бывает простить себя или других людей, особенно других? Ну, почему не помогают разные другие методики? Возможно, ну, как-то более поверхностно, возможно, вширь идёт, больше, чем в глубину. Я вот использую образ занозы. То есть если у человека вот что-то в душе такое болезненное, то вот как занозу эту нужно вытащить. То есть бесполезно как-то отворачиваться в другую сторону, смотреть там широким охватом каким-то на всю жизнь. То есть вот здесь, к сожалению, такое не работает. Нужно прицельно рассмотреть свою вот эту болезненную ситуацию и вот от этой занозы избавиться. Ну, это другие методы, да? Конечно, мы поговорим сегодня о вашем. А почему вообще человеку трудно простить? Хотя кто-то прощает очень легко. Да, все люди разные. Ну, в целом бывает сложно. Или какую-то обиду просить сложно, а какую-то легко. Почему? Ну, человек сложная система, и в нём вот несколько слоёв, кроме физического тела, очень ментальная, так называемая, совокупность наших мыслей, совокупность наших привычек. Они сформированы годами там из семейных каких-то укладов, из социального нашего контекста жизни, что вот принято в нашем обществе в современное время, от каких-то авторитетных людей. То есть из таких вот мелких вещей складывается структура личности, и может такая совокупность образоваться, что прощение там с трудом даётся. А всё-таки почему важно прощать человека? В чём важность этого действия для нас? Потому что мы иногда даже не задумываемся, подумаешь, там, не простил, ну и что? Вы знаете, склонна всё вот максимально простым языком объяснять, и максимально просто и легко вообще на всё смотреть. То есть на вопрос прощения я предлагаю смотреть без драматизации, без эмоций, без переживаний. Вот, и я надеюсь, что сейчас со мной все согласятся. Обычно вот любые участники моих тренингов соглашаются. Что означает вот, когда человек задумывается о прощении? Это означает, что у него в душе есть какая-то вот обида, какая-то неприятная, тяжёлая ситуация. И вот говорят, что жжение в груди или какой-то камень на душе. То есть и человек понимает, что мне лично плохо, вот самому плохо от того, что произошла какая-то ситуация, связанная с другим человеком, допустим. Он меня обидел, но я не могу его простить, мне плохо. Вот такими словами мы обычно об этом говорим. Давайте тогда уделим внимание тому, что мне лично плохо. Вот мне внутри себя, внутри своей системы, в эмоциях, там, в мыслях, в теле плохо. Бывает, даже физические люди чувствуют. Да, конечно. Вот, поэтому... Расстраиваются, давление поднимаются у кого-то. Да, да, физические симптомы такие. Температура. Да, буквально ложатся, лежат, отказываются от пищи. То есть вот разные бывают, очень серьёзные последствия бывают. То есть я предлагаю на это смотреть именно с этой точки зрения. Если вам лично плохо, вы можете сделать так, чтобы лично вам стало хорошо. То есть именно внутри себя произвести вот такое, как бы, очищение, извлечь эту тяжесть, то есть освободить себя от этой душевной тяжести. Вот это и сложно, Любовь. Почему нам так сложно забыть, бывает, обиды близких людей? Почему они так долго живут в нас? Вот плохо, плохо, ещё раз плохо, но человек живёт с этим изо дня в день, из года в год. Ведь всю жизнь люди живут с обидой на кого-то или на что-то и не могут просить. Может быть, бы и рады были это сделать, но не получается. Всё равно что-то напоминает об этом. Это цепляет память. Вот сейчас в чём вся сложность. Ну, сложность в том, что человек неверно понимает, что такое прощение. И здесь вот действительно, это беда нашей современной культуры. Хотя вот именно в религиях как раз не случайно, вот религия нам подсказывает, что уделите этому внимание. Религия, даже нерелигиозные люди уже слышали наверняка об этом празднике, прощённое воскресенье религии. Вообще вот это инструкция для здорового образа жизни. То есть там советы на любые темы, там отбитание, отношения с другими людьми и прощение тоже. Но и религия не всегда помогает. Люди ходят в храм, ставят свечу, просят, чтобы ушла эта боль, и тоже не всегда получается. Почему? Даже, знаете, как-то головой мы прощаем, да, как бы практически, а в сердце остаётся эта боль, продолжая жизнь. Потому что мы под этим подразумеваем вот что-то другое. Здесь, знаете, парадокс. Когда звучат какие-то очень такие глубокие понятия, то что за этим стоит, неизвестно. Нужно выяснять, что человек под этим подразумевает. Вот слово прощение одно из них, ну, любовь популярная такая. Что такое любовь, как бы трудно объяснить. Вот слово прощение одно из таких вот глобальнейших, но суть его истинная, вот она как бы дальше уже размывается. То есть за этим словом гораздо больше стоит просто, да, и в каждом конкретном случае. То есть понять, что человек подразумевает, почему тяжело даётся. Потому что обычно за этим что подразумевается? Человек говорит, я должен тогда, вот он виноват передо мной, а я должен просто снять с него. Вот эту вину, снять с него, а он же виноват, а он же виноват, и что же это я буду с него это снимать? То есть мне плохо, а ему, значит, там хорошо. Да, а я должен почему-то ему делать хорошо, да. Или люди думают, что... Пусть помучается, да, как говорят, пусть помучается тоже. Это отдельный ещё аспект, что и пусть он теперь, вот я буду для него уроком, и пусть он теперь в ответ, или там какие-то идеи мести возникают. То есть это такое популярное бывает, такая точка зрения. Другой момент, что человек считает, нужно просто забыть всё. Вот я должен забыть, а я забыть не могу, у меня же вот тут сознание работает, то есть я это помню, значит, я не прощу, пока не забуду. Это тоже заблуждение. Время лечит, это не всегда. Да, но это тоже заблуждение. То есть для прощения не нужно забывать. Более того, вот в результате практики прощения память остаётся, но уходит именно боль, уходит тяжесть, вот эти страдания, они уходят. То есть факты жизни остаются. Возможно, вы им не будете радоваться и дальше после прощения, но они снимают боль. И постоянно вот становится легче простить, когда человек вот фокус внимания переводит на себя. Мне тяжело, я хочу, чтобы мне стало легче. Тогда вот это уже как бы возможно. Потому что зачем тебе нужна эта боль внутри, да? Да, носить в себе эту тяжесть, то есть в первую очередь о себе. То есть здесь эгоизм как раз очень полезен. Надо подумать о себе, а не о другом человеке. О себе, да, только о себе. Именно прощение – это вот собственная идея, забота о себе, польза себе. И это даёт ключ, что эта работа, опять же, моя. Свою внутреннюю работу я могу сам провести. Мне не нужны уже там какие-то внешние факторы, другие люди, другие обстоятельства. Но ведь прощение, прощение и рознь. Вот как вы считаете, всё ли надо прощать? Как бы, да, люди иногда понимают, что вот это я прощу, а вот это нельзя прощать. Это ни в коем мире. Как это? Одно дело тебе на ногу наступили, а другое дело тебя, я не знаю, опозорил. Особенно, когда близкие люди тебя предают. Предательство. Предательство. Как вот с этим быть, с масштабом, скажем так? Вот с этим возвращаться вот к определению и к подходу, о котором я говорю. Снимать драматизацию и заботиться о себе. То есть если вам тяжело от того, что это произошло в вашей жизни, вы можете избавиться от этой тяжести. Лично вы, вот лично в своём внутреннем пространстве. Тогда это становится легче. То есть если работу, задачу ставить в практической плоскости. То есть в любом случае прощение – это такой долгий труд, да? Ну а вот, скажем, такая вещь, как месть. Уместно ли она в прощении? Ну, прощение – это не обязательно долгий труд, как и практически все рекомендации, которые я даю. Это достаточно быстро приводит к результатам и выполняется без страданий, без душевных копаний. Вот, например, когда я в своё время искала и приходила к другим ведущим, то есть там были такие вот до слёз, буквально бередя душу, уже все рыдают, и уже вот что-то такое, вот казалось бы, что-то прошло. Но вот именно результат прощения, когда вот занозы выходят, вот такой вот не получалось. То есть и как раз это меня привело к выводу, что для прощения не нужно бередить душу. Это процесс очищения, ну, смотрите, вы идёте в ванну, в этом нет ничего драматического, вы очищаете своё тело. Это вот, ну, как душевная гигиена, да? То есть вот давайте так на это смотреть, тогда это станет легче, и это перейдёт в практическую плоскость. И можно будет это осуществить. У нас же поступают первые звонки, и всё-таки вот есть такое мнение, что это наша национальная черта вообще российского человека. То есть у нас в стране многие не умеют прощать. Нет такой как бы сложившейся традиции, традиции прощения. Или как бы, или крайности, или вообще всё прощаем, да, и тогда это воспринимается как слабость человека, как неумение постоять за себя. А это тоже как бы не очень хорошо. Вы знаете, очень интересный момент здесь есть. То есть можно простить, то есть уже жить без этой боли в душе, но при этом вести себя по-человечески и как бы предпринимать какие-то шаги в адрес вот какого-то обидчика условно своего, которые вот не будут вседозволенностью и попустительством. То есть вы можете постоять за себя, но при этом, опять же, прости. Это не мешает, что вы простили. Наоборот, всегда хорошо простить, тогда вашей душе будет легче. И вы можете просто спокойно, хладнокровно совершать какие-то шаги, которые сочтёте нужным. Но при этом уже не будете испытывать этой боли. Простить некоторое, это значит унизить себя. А как это так? Получается, что человек, прощая, чувствует унижение собственное? Такое может быть? Ну, тогда этот человек под прощением подразумевает что-то своё. То есть я уже сказала, что я подразумеваю под прощением. Это снятие тяжести из души, которая в результате обиды, связанной с каким-то другим человеком, другой ситуацией. Или либо другая крайность, когда мы начинаем винить во всём самих себя. Да, вот вместо того, чтобы простить другого человека, ой, ну это же я виноват, ну всё я, 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 одеяло тянем на себя. А это огромная сторона, вот вторая часть этой проблемы. Когда вот, ну, две части ситуации, и кто виноват. Либо виноваты другие, либо виноват я сам. И вот здесь чувство вины огромными буквами тогда вот оно возникает, и человек вот от этого мучается, что он не может простить себя, или там ищет, ждёт прощения извне, а внутри ещё себя вот эта тяжесть и жжение, вот как бы оно усугубляется, то есть это очень большая проблема. То есть мы сегодня будем говорить о двух сторонах, да, вот этого, то есть как простить себя и как простить других, да, чтобы не тянуть, скажем так, вину на себя. Чтобы покваетник не перебросил в другую сторону, да. Да, совершенно верно. Пожалуйста, давайте послушаем первый вопрос нашего телезрителя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Вот я как бы не всегда была очень удачлива в выборе личных отношений, но со всеми своими как бы молодыми людьми расходилась очень мирно, очень хорошо и очень дружественно в итоге. Вот. Недавно как бы неудачно побывала замужем, и то я, в общем, пыталась, ну, как бы много мне гадостей наделала бывший муж, но попыталась как бы разойтись на мирной ноте. И простить его, да? Да, и вроде бы это всё получилось, но как бы мы чуть-чуть общались, но на уровне там, подскажи рецепт, подскажи, где купить, ну, вот раз там в месяц. Вот. А после этого, как бы, как раз вот с прощения, со всего, пошли от него угрозы, гадости всякие в мою сторону. То есть, на мой взгляд, я сделала огромную ошибку, надо было, в общем, всё резко рвать. Хотелось бы услышать ваше мнение. То есть вы считаете, что вы неправильно поступили, простив его, да, и забыв всё плохое, надо было с ним пожуще как-то обойтись, да? То есть человек не понял, да? То есть не понял вашего такого... Скорее, даже обратная реакция. ...широкого жеста. Обратная реакция, Любая, это что такое? Ну, вы знаете, это всё-таки вот то, что прозвучало, это не совсем связано с прощением. И это верно, вот я понимаю ситуацию этой девушки, что в жизни невозможно изолировать ничего. Вот жизнь — это как бы переплетение множества слоёв. И здесь получается на ситуацию прекращения близких отношений наложилось, дальнейшие дружеские отношения, которые она сочла возможным, в силу вот прощения со своей стороны. А вот бывшим мужем, вероятно, они были восприняты по-другому, как вот её слабость, которую он там стал злоупотреблять уже. То есть здесь вы свободны и сейчас сделать новый выбор. То есть ваше право, сохранив прощение, это означает, что вы не держите на душе тяжести. То есть вы не считаете вот его виноватым в чём-то. И это очень разумный подход такой осознанный, потому что отношения — это всегда вот дело двух человек. То есть вот это прекрасная предпосылка для того, чтобы эта история благоволочно у вас завершилась. А может быть, вот такой поступок молодой женщины, он наоборот, как лакомство бумажка, проявил всю сущность этого человека? То есть она поступила великодушно, простила его, да? А с его стороны начались какие-то, вот скажем так, не совсем адекватные поступки. Здесь всё-таки другое. Вот продолжение отношений, насколько оно гармонично было в этом случае, здесь вот может быть и нет. И если сейчас это уже тяготит, то можно, сохраняя прощение, не начиная его обвинять, даже в последующих вот этих действиях, просто вот завершать отношения. То есть, ну, как бы это нормально. Мы не обязаны всю жизнь идти рука об руку с теми людьми, вот которые когда-то встречались на нашем жизненном пути. То есть здесь вот надо почувствовать, опять же, иногда прощение — это завершение вот постановки точки какой-то. Это тоже возможный такой вот сценарий, скажем так, конец фильма конкретного. Главный смысл прощения, что вы не держите вот тяжести, то есть не тянется оно где-то вот в душе, на энергетическом уровне. То есть это может быть точкой, в том числе и во внешних отношениях. Хорошо. Какие есть психологические преграды на пути к прощению? Что нам мешает чаще прощать? Чаще всего. Ну, мешают заблуждения, которые вот наслаиваются на то, что же это из себя представляет. То есть это люди подразумевают что-то другое, чем очищение вот своего внутреннего пространства, которое вот что-то больше, чем душевную гигиену. И здесь очень полезный такой вот момент — помнить о том, чьим делом я занят. Как известно, опять же, перекличка с религиозными такими вопросами. Как известно, в мире существует только три категории дел. Моё дело, дело другого человека и дело Бога. Вот человек... А общее дело? Общее дело — это если договорённость двух дней, моё соединяется с твоим. Вот. И здесь единственное, на что может человек повлиять, это вот на своё дело, на свои эмоции, свои мысли и то, что исходит от меня в этой жизни. Разобраться с самим собой. Разобраться с самим собой и с внешним миром, как вот через себя пропустить. То есть я реагирую на что-то, внешний мир ко мне как-то вот обращается вот с этой стороны. А мы часто проскакиваем и начинаем заниматься чужими делами. А почему этот человек так сказал? А почему он так живёт? Вот очень много проблем связано с родительско-детскими отношениями или к взрослым родителям. Там, почему вот они так едят, почему они так в квартире что-то у себя держат, какой-то старый предмет или что-то. Ну, по сути, это как раз выход из своей зоны ответственности. Это чужое дело. Взрослый человек, он живёт вот так, как он считает нужным. Если вам это не нравится, и вот человек начинает накручивать, потом начинает предъявлять претензии, начинает обсуждать, заставлять. То есть из этого вырастают корни очень многих ситуаций, которые приводят к обиде, необходимости прощения. То есть вот это вот снять уже и заботиться. И дело Бога. Третье. Когда человек вот вообще уже берёт на себя функцию судить о том, что должно быть в жизни, что должно было быть в жизни. Как вот я покараю другого человека, я ему отомщу. Здесь просто человек на себя уже роль Бога, получается, берёт. Да, совершенно верно. Не судите, да не судиво будете. Да и действительно, есть такие вещи, которые, скажем так, мы ещё пока не научились их познавать и объяснять. И действительно, что-то такое... Возможно, по-человечески это как-то обидно и непонятно, но это присутствует. И лучше действительно разобраться с самим собой, а с другими людьми жизнь разберётся, я думаю. Господь Бог тоже. Да. У нас звонок в студию. Отчёты вы. Пожалуйста, говорите, мы вас внимательно слушаем. Алло. Да. Слушаю, да, да. Да, да, мы вас слушаем, пожалуйста. Так вот я хотел задать такой вопрос. Здравствуйте, девушка, из Башкири, беспокоит вас. Вот, ну, некоторые обижают женщину туда-сюда, вот, можно их просить или нет? Ещё раз повторите, то есть обижают женщину? Нет, она... Ну, бывает, и люди обижают, вот, и так, и женщина будет оскорблять тебя. Ага, ага. То есть можно ли просить оскорбление? Да, да, да. Да. Ну, а по какому... Неважно, по какому поводу, да, вас это... Ну, всякое бывает. Вот, вот, хорошо сделают, а тебя оскорбляют, там, вот, и сдох будет, или так вот. Понятно. Такой бытовые оскорбления, скажем так. Да, бытовые оскорбления, там, ну, так часто так бывает. Конечно, конечно. Это доброе сделает, а вместо доброе тебе это оскорбление в адрес твою. Да. Да, только несправедливо, да, вы считаете, с нашей стороны? Да. Хорошо, спасибо, спасибо, вопрос. Да, я сейчас слушать буду. Конечно, обязательно слушайте, потому что ответ будет предназначен для вас и для многих других, потому что, действительно, вот, Люба, как относиться, знаете, к бытовому такому мусору словесному, когда вот несправедливо, казалось бы, да, с точки зрения, человек делает хорошо, а ему, вот, его оскорбляют. Как на это не обижаться? Или тут все не просто так? Здесь есть несколько, вот, возможных вариантов, что можно с этим делать. То есть, во-первых, если вы участвуете в этой ситуации, вы можете, вот, в ней играть свою роль. То есть, если идет какой-то процесс взаимодействия, который вас не устраивает, в ходе этого процесса вы можете об этом сообщить. Ну, то есть, можно так сказать. Возразить, да, сказать, что я не хочу, чтобы ты со мной так обращался, я не хочу такие слова слышать в свой адрес. Я считаю, что в нашей семье это не должно быть. Для меня, как для, вот, мужа, там это обидно. То есть, вот, заявить об этом, то есть, можно, вот, не дожидаясь, чтобы это оказалось в прошлом, с которым вы начинаете работать, там, как-то прощать, не прощать. Вот в тот момент, когда это происходит, уже иметь свою позицию, самоуважение, и вот, с этой точки зрения, ну, как бы, влиять на сам процесс, пока оно еще, вот, не перешло в прошлое. Потому что, ну, не каждого человека оскорбляют, в конце концов, да? Оскорбляют не каждого. Не каждого. Ну, здесь, вы знаете, вот, прекрасная цитата, да. Обидеть нельзя, можно только обидеться. То есть, это все-таки, вот, внутренняя реакция человека. То есть, это, получается, внутренняя реакция нашего телезрителя, да, вот на такие слова? Ну, да, в каком-то смысле она может быть очень понятна, объективна. Вот, если он говорит, я сделал доброе дело, а в ответ, вот, какое-то незаслуженное, там, что-то я слышу. То есть, и в семейных отношениях такое бывает. Очень часто. Ну, нужно вести диалог. Здесь вот все-таки наслаивается. То есть, тема прощения в семье, она предполагает, если вы сохраняете, я так понимаю, сохраняются семейные отношения. Это не тема, что расстаться, уйти и просто с легкостью там не держать зла. Ну, люди, судя по голосу, уже в возрасте, прожили на энное количество лет. То есть, если стоит задача, продолжая семейные отношения, просто снять вот эту тяжесть, которая периодически появляется, тогда нужно вести диалог. Это вот главный ключ к любым отношениям, вот, длительным, в частности, и семейным. То есть, нужно как-то вот доносить до человека, что вот это нежелательное поведение, неуважительное, вот, я чувствую в этом неуважение, то есть, я чувствую, что это незаслуженно, я хотел добра. То есть, и в ответ можно услышать, а может быть, он заблуждался, может быть, то, что он сделал, а человеку как раз вот очень, ну, как-то не понравилось или было, ну, неуместно как-то. То есть, может, даже такой курьез обнаружится, понимаете, вот, я из лучших побуждений, потом я в праведном таком возмущении, ну, как же так не оценили. А вдруг вот какие-то, ну, даже пустяки бывают, когда вот снимаются вот такие проблемы, когда люди откровенно поговорят друг с другом. Вот это вот, ну, то, что можно делать. Вот, а в плане прощать или не прощать, ну, конечно же, прощать. Потому что мы уже говорим, мы стоим на краю, что прощение – это очищение. Никому не нужно вот загрязнение, заблужденное состояние души. Ну, просто в быту это бывает достаточно часто, вот эти мусорные слова, которые проскакивают между близкими людьми, и один их, как бы так, говорит, не задумываясь, а другой их впитывает, очень даже задумываясь и обижается. То есть, а почему, да? Тогда действительно, конечно, нужно разговаривать. То есть, нужно разговаривать со своей второй половиной, говорить, слушай, ну, простите, за что и как? А давай я тебя вот за то, что ты мне кружку не так поставила, так же, ну, и что дальше будет? Как дальше будет жизнь, да? Совершенно верно, да. То есть, нужно здесь, нужно просто поговорить и уважать друг друга. От этого, в конце концов, и жизнь вся зависит. Да, но в семье оба участника, вот они как бы делают свой вклад, поэтому вот не стесняйтесь свой вклад делать в то, что для вас же будет лучше. Это общий климат тоже улучшит. А поговорили с женой и простили после этого. Вот, вот это самое лучшее. Это действительно самое лучшее. Потому что нужно, наверное, понимать, что прощение, это не означает, что вы должны одобрить то, что было сделано в ваш адрес. Правда же? Конечно. Это не значит, что это какое-то попустительство, да, это не значит, что вы унизились перед этим человеком, вот, это не значит, что вы должны забыть то, что произошло, как вы уже сказали, и это совершенно другая какая-то, скажем так, категория, совершенно другой. Конечно, если вот отношения длятся во времени, вы продолжаете общаться с этим человеком, или на работе тоже бывают какие-то конфликтные такие ситуации, то есть вы имеете право дать свою оценку, что вам это не нравится, вы не хотите, чтобы это возникало впредь, но это тогда потребует от вас каких-то действий там. То есть за прошлое все-таки вот хорошо простить, чтобы не тянуть вот эти обиды и на душе их не держать, но на будущее сделать выводы и свою роль сыграть, там, как-то вот поучаствовать, что-то сделать. Хорошо. Я думаю, что мы ответили на этот вопрос. У нас несколько секунд до начала рекламы, и мы переходим к вашему методу, любовь, прощение от обид и практика, да, которую вы сами для себя выстроили, пройдя через много-много, скажем так, каких-то... Проб и ошибок. Почему? Через что вы прошли? Буквально несколько секунд, и мы уйдем на рекламу. Меня вот жизнь заставила, как у многих, были такие непростые отношения с мамой. Мне это очень тяготило, и мне хотелось вот избавиться от этой тяжести в своей жизни. В свое время это меня привело к тому, что вот я стала искать, как с этим работать. И термин прощения вот как-то для меня очень откликнулся. Я подумала, что вот это наверняка поможет. И дальше вот стала искать, а как вот люди там советуют, какие-то тренинги проводят, и ритуалы, и медитации. То есть вот находила такие способы, там какие-то небольшие успехи были, вообще были безуспешные, только рыдание, и все заканчивалось, но как бы пользы не приносило. Вот, и потом вот постепенно складывалось понимание, что же должно вот быть, что нужно сделать. В итоге это пришло к методике, которую за 10-15 минут можно провести. Правда? Да, простить конкретную ситуацию за 10-15 минут можно. Да, и все получилось, да? Да. То есть опять же такая достаточно доступная, комфортная, как бы приятный образ жизни, да, методика, о которой мы поговорим в следующей части нашей программы. Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, небольшая реклама, поэтому не переключайтесь, готовьте свои вопросы. Через несколько минут мы с удовольствием на них ответим. До встречи через несколько минут. Продолжение следует...